Расскажите про покупки, про какие, про покупки, про покупки, про покупки, про покупочки мои. Расскажите про покупки, про какие, про покупки, про покупки, про покупки, про покупки, про покупочки мои. Рычал где-то. Расскажите про покупки, про покупки, про покупки, про покупки. Егор мне прислал, да, дорожку, он наговорил всякой истории, да, там различные фразочки, даже попел. Ночкой темной тихо. За это тебе отдельное спасибо, Егор. Точнее, где, соответственно, мы можем заниматься чисткой, убиранием каких-то артефактов, кликов, тресков и так далее. Если вы не знакомы с этим, то советую. Для вас это одна из первостепенных и важных VST, которые вам понадобятся. Если вам интересно посмотреть, да, принцип работы, у меня на канале есть как раз-таки небольшой туториал, как работать с этой штукой. Возвращаемся к нашей обработке. К примеру, мы хотим сделать монстры. Я там вырезал одну фразу какую-то. Четверг, четвертого числа, четыре с четвертью часа. Если вы хотите изучить вообще всю историю, да, звуковую, то мой совет вам, конечно, в голове уложить. То есть есть определенные последовательности обработки в любом, да, плагине и зачастую основывается на динамической какой-то обработке, тональной модуляции, да, по таймингу, да, то есть стрейчи всякие. Что еще? Работа с пространством, работа с дронулярной обработкой, это когда мы смешиваем гармоники из нескольких фактур, к примеру, да, можно подмешать в голос Егора, к примеру, не знаю, звук, там, каких-нибудь черепах. Друзья, в ближайшее время мы запускаем созвоны с экспертами, и это будут крутые коллаборации, где мы будем в рамках одного, скажем так, часа освещать интересные вопросы, темы раскрывать, да, связанные с звуковой индустрией. И поэтому я попрошу вас поддержать нас, подписаться на наш Дискорд-канал, подписаться на мой Телеграм, чтобы знать, когда это все будет происходить, и участвовать активно и развиваться вместе с нами. Все, продолжай смотреть. А что касается нашего голоса, давайте вернемся. Я предлагаю накинуть как раз несколько сразу ВСТ-шек, чтобы вы поняли принцип как раз-таки работы, да, с ними. Их, конечно же, большое множество. Я покажу несколько примеров, вы можете изучать и пробовать совершенно любые плагины, и лишь бы они устанавливались. Вот, манипулятор, к примеру, от Infected Mushroom, компания. Отличный, скажем так, ВСТ-прибор, который нам дает возможность как раз-таки вот различных постобработок, как я уже говорил, да, по питчу, к примеру, по тону. К примеру, один из моих тоже любимых плагинов, ухе, ухбигбандл, у них есть такой, грейнпич, гэм, вот. У него тоже есть большое множество, во-первых, пресетов, да. Для начала, да, кстати, я заметил по волне сигнал слабый, можно было погромче сделать, Егор. Кстати, по записи, да, мой совет, изначально, вот Егор сказал, что он писал вроде на тоскам. Итак, я приступаю к записи голоса, с которым Антон сделает какие-то махинации. Покажу, как работает с постобработкой. Нам сразу по волне, по нашей вейвке, можно понять, что не хватает, да, выходного сигнала. У нас записано в минус 11. Итак, я приступаю к записи голоса. Точнее, даже меньше сейчас. Итак, я приступаю к записи голоса, с которым... 20. Это достаточно слабенький сигнал. Слышно сразу и ревер комнаты, и сигнал слабенький. Однозначно нам понадобится сразу компрессия. Динамическая обработка, которая поджимает совсем громкий и вытягивает совсем тихий, если по простым языком. Итак, я приступаю к записи голоса, с которым Антон сделает какие-то махинации. Изменит его, мы получим... Вот мы вытянули, да, немножко компрессором, и сразу полезли, да, какие-то шумы. Итак, я приступаю к записи... Можно как раз-таки попробовать этим изотоп RX, о котором я говорил, убрать, к примеру, д-ревером наш с вами холл. Итак, я приступаю к записи голоса, с которым... Просто нажимаем кнопочку learn. Итак, я приступаю к записи голоса, с которым Антон... Вот, если вы заметите, по графику он отслеживает отражающиеся частотки, начинает поджимать. Здесь, соответственно, настройка, где мы, соответственно, можем с низами поработать. Если мы пережмем, то будет... Итак, я приступаю к записи голоса, с которым... То есть сразу пережимается все, и искажение есть. Да, и последовательно еще можно обработать, не сказал изотоп, д-нойзом. В общем, поехали, давайте посмотрим. С нашим сигналом вот этим, что не попробуем. Немножко я закомпрессирую, да, все-таки, чтобы он... И теперь попробуем посмотреть пресетики. В четверг... В четверг, четвертого числа, в четыре с четвертью часа, лигуристский регулировщик регулировал лигуриру только 30 корабля. Ловеривали, ловеривали, это так? И не был... В четверг, четвертого числа, в четыре с четвертью часа, лигуристский регулировщик регулировал лигуриру только 33 корабля. В четверг, четвертого числа, в четыре с четвертью часа... Ну то есть вы поняли, да, здесь большое множество пресетов под... Вообще совершенно разные задачки. К примеру, тот же Ухбик, Грейн Пич. Четверг, четвертого числа, в четыре с четвертью часа, лигуристский регулировщик регулировал лигуриру. Вот о чем я говорил, допустим, он подмешивает форманты различные такие, вот с помощью гранулярной обработки, какие-то вот эти синтовые такие штучки. К примеру, последующую какую-то обработку мы можем пустить посылом. Сделать реверберацию какую-то, к примеру, от Волгалы. Но это не совсем, конечно, подходящая история по примеру, да, и именно тут фраза какая-то. Вот если рык какой-нибудь, там, где там, рычал где-то... Во, отлично. Тут у нас сигнал, кстати, хороший. Самая элементарная обработка это по таймингу, да, тайм-стрейчинг, методам растягивания, да. Но зачастую есть вот такие вот искажения сразу, да. В некоторых, допустим, на примере сейчас покажу какого-то звука, в некоторых случаях это очень круто работает. По тайм-стрейчингу, к примеру, мы можем сделать очень много всяких штук. К примеру, сквик какой-то, да, скрип мы можем взять. Даже вот в самом на Soundly мы можем просто внутри, да, его растянуть. Либо в самом секвенсоре. То есть вот когда тайм-стрейчинг работает как надо. Уже какая-то совершенно другая фактура монстра, если мы еще поработаем с... Уже какой-то, чувствуете, да, совершенно разные звуки. Дальше. Очень много классных приемов, которые вам помогут. Это эффект реверса. Как делается реверс? Сложностей никаких. В лоджике это делается вот таким способом. Да, если убрать. Один из методов тоже. Дальше. Вернем пока. Что касается тайм-стрейчинга, в обратную сторону это тоже круто работает. Когда есть у нас такой звук длинный, долгий. Мы можем его сжать. Еще поджать. И получить, к примеру, какой-то звук какого-то такого монстра, который недоволен, да, чем-то. Поработаем с нашим грейн-питчем. Посмотрим пресеты, которые в войсе. Сайфащина сразу, видите, да. Можно сделать вообще, если доработать, да, прям проработать детально. Можно сделать какой-то выстрел. Но выстрел, кстати, там Егор, по-моему, делал целом. Да, вот, пожалуйста, вам выстрел. Если взять, вот, допустим, тот звук. Вот так он звучит в оригинале. Просто мы записали голосом, да. Мы понимаем, что нам нужен выстрел. Записали голосом, наложили обработку. Обработку. Тоже балуемся. Прелести, да, вот, нашей гранулярной обработки, если мы смешиваем несколько фактур, это то, что мы можем подмешать всегда выполнительный сигнал. То есть, либо полностью включить обработку, либо оставить на... То есть, тем самым, мы можем проработать характер под отдельный какой-то фрагмент. Смотрите, если мы прям конкретно вот хотим сделать выстрел, мы можем сделать это посредством обычного. Просто питча, к примеру. Фленджера, либо фейзера, либо рингшифтера, к примеру, фленджера. Либо, допустим, низкий сделать. Потом можно, к примеру, опять же, модуляции на Кинс Хоруса какого-то. Тремоло там, не знаю. Это я вот все штатными плагинами, чтобы вы понимали, на основе чего. То есть, строятся вот эти ВСТшки, которые продаются. Ну, вот те же там, Ухбиг, да. Если ты хочешь дальше развиваться вместе с нами, делать такие же крутые и интересные проекты, получать обучающий материал, ну и вообще в целом развиваться в звуковой индустрии, для вас я сделал БУСТи. Это подписчики, которые ценят труд и стараются поддерживать подобных контент-мейкеров. Ну и в целом есть, конечно же, куча материала подобного. Бэкстейджа, разбора проектов, который иногда просто лежит мертвым грузом. И этим хочется делиться, но делиться с теми, кто это ценит вообще. Так что подписывайся на мою БУСТи. Будет ссылочка в описании. Там уже есть мастер-класс закрытый и 10 советов, как работать с проектами, вообще вести порядочек. Поэтому жду тебя там, буду рад подписке. Давайте на примере теперь конкретного какого-то отрывка я покажу, как устроен как раз лейринг, чтобы вы понимали вообще разницу работы с готовым материалом, либо с созданием звука с нуля. Это не быстрый процесс, поэтому я покажу какой-то только отрывочек. Смотрите, я закинул кусочек небольшой нашего отрывка из фильма. Это всем известные трансформеры. И сейчас на примере того, как создается саунд-дизайн для таких фильмов, предлагаю озвучить какой-то отрывок, где происходит вот эта трансформация. Момент вот этот, да? Что можно сделать? Ну, во-первых, библиотеки звуков. Давайте подскажу вам одну из крутую. Это одна из любимых от Sound Morph компании. Да, у них много крутых, качественных достаточно библиотек. Я не рекламирую ни в коем случае. Я советую и рекомендую просто тот звук, который может вам помочь в формате работы над вашими проектами. Однозначно могу сразу сказать, после просмотра вы поймете, что есть два способа работать с подобными проектами. То есть либо мы используем уже готовые коммерческие какие-то библиотеки, либо мы, соответственно, создаем с нуля. Второй формат, хоть и более оригинальный, как я уже сказал, но более сложный. И я покажу этот процесс, конечно, но уверен, что в большинстве случаев многие из вас, конечно, выберут путь работы именно с готовыми библиотеками. Для начала нужно проанализировать отрывок. Как мы анализируем? Для начала нам нужно, конечно же, просмотреть все фреймы, да? Посмотреть синхрон. То есть мы видим несколько этапов. То есть там, к примеру, вылезает рука. Что-то сзади трансформируется, да? Там части какие-то крутится. Потом дальше там идет трансформация. Кулак. Бум. С песочком, да? Потом он прям уже весь раскрывается. Чик-чик-чик. Голова. Тут рядом с камерой пролет. Потом еще один пролет спины рядом с камерой. Что тоже в идеале подчеркнуть бы, да? То есть сделать по стерео сочный звук. Потом что-то заправляется в спину, да? Чик-чик-чик-чик-чик. Песочек фигакс, он почти, в принципе, собрался. Последняя только грудь. И финальные это эти плечи или что это? Крылья какие-то. Фигакс и все, он готов. То есть вот эти последние, да? Там какие-то пыль, песочек. Мы понимаем с вами, что нам нужно работать с синхроном, а не просто сделать чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Как работать с готовыми сэмплами? Я работаю, использую Soundly, да? Это сервис, где большое множество библиотек, которые можно... Ну, во-первых, тут есть теги уже готовые, точнее категории. Во-вторых, есть отличный поиск. Вот я уже начал вводить механизм, к примеру, да? Либо механикал, механизм. И тем самым, да, на облаке, к примеру, мы можем подобрать похожие, соответствующие, да, нашему проекту звуки. Про лейринг как раз я хотел рассказать. Что такое лейринг, еще раз? Это формат работы со звуком, когда мы многослойно составляем нужный нам звук, да, из готовых каких-то уже звуков. Скажем так, некий симбиоз звуковой. К примеру, вот этот звук. Очень хороший, но он не подходит нам в рамках конкретной задачи. Но я его сохраню. Почему? Потому что у него есть четкие, явные вот эти чик-чик-чик, собирающиеся на верхах призвук, который, соответственно, пойдет как раз-таки в тот самый лейринг. Поехали дальше. Вот это тоже можем сохранить. Да, я, кстати, сейчас покажу, как сделать вот этот эффект из обычного какого-нибудь того же скрипа с последовательной нашей обработкой. Скрип наш, да, какой-то берем, любой там. Ну, желательно подольше. О, то, что нужно прям. К примеру, мы хотим вот подчеркнуть, да, вот этот саунд трансформерный. Он характерный. Вот этот вот вобл-эффект называется. Давайте немножко сначала его подожмем. Компрессию быстренько накинем. Дальше, элементарная обработка по стрейчу как раз-таки создастся вот этот как раз эффект. Да, вот искажение. Дальше, соответственно, мы можем накинуть, к примеру, той же эквализации и сделать автоматизацию по нашему эквалайзеру. Мы можем сделать обычную волну и прописать автоматизацию. Нажимаем режим тач. Дальше, что мы делаем? Мы, к примеру, можем накинуть рингшифтер. Мы можем накинуть как раз-таки наш грейн-пич какой-нибудь, который знаком уже вам от ухбиг бандла. Можно еще, кстати, чуть-чуть растянуть. Наша модуляция по фейзеру, к примеру. Потом, к примеру, тремоло. Дальше, компрессии немножечко опять сгладим все. В общем-то, вот и мы получили. Можно по эквализации еще и по питчу, наверное, сделать следующее. К примеру, на этих инструмент гитар-рик у нас плагин есть такой для гитаристов. И здесь есть питчер такой прикольный, питч-педаль. И здесь мы можем тоже прорисовать автоматизацию, тем самым получить еще больше вот этого движущегося эффекта. К примеру, снизу, да. Только мы давайте его поставим, к примеру, опять же, после того же грейн-питча. У нас последовательно правильная обработка была. Так, здесь у нас нужно погромче сделать. Кстати, вот этот звук сейчас мы с вами и используем в нашем с вами ролике. Что мы с ним должны сделать? Мы должны, конечно же, не под всю нашу историю. Да, кстати, автоматизацию не прорисовал сейчас. Давайте сделаем, подчеркнем два момента, когда у него есть пролет близкий. Где там? Вот этот. Вот здесь можно отсюда начать, к примеру. И там уже дальше под синхрон прорисовать вот эту нашу автоматизацию. Смотрим на нашу историю, вот эту, да, видеоряд. И совместно, да, делаем пролеты. Ну, я так нарисовал нам скидку, туда-сюда подвигал. Сейчас мы с вами вместе подставим под как раз-таки наши пролеты. Автоматизацию всю можно вот здесь посмотреть, если все-таки кто-то надумает скачать там тот же Reaper, QBase, или может быть есть у кого-то. В процессе, да, отслеживать, смотреть, либо доредактировать там до... В нашем редакторе автоматизации можно подвинуть, что-то поправить, если у нас что-то не получилось. Да, кстати, вот, к примеру, мы подвинули нашу дорожку. А автоматизацию по эквализации, по фрекенсию нашу мы не подвинули. Вот, кстати, вот этот прикольный момент. Мы можем как раз вот здесь и подчеркнуть. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Вот здесь вот. Сделаем просто, подчеркнем отдельный момент, потому что, ну, они, если смотреть, да, трансформеры, они не постоянно так звучат. То есть, а на каких-то только отдельных. Помягче сделаем. Конечно же, я мог бы сходить записать этот скрип какой-то, найти фактуру железной двери, что, в принципе, зачастую я и делаю. То есть, с нуля, когда работаю над каким-то интересным проектом, конечно, я стараюсь оригинальный саунд брать. Хотя, как мы здесь узнаем, к примеру, вот этот дверной деревянный скрип? Ну нет же. В случае работы в премьере, конечно, в идеале просто под рукой иметь какой-то аудиоредактор, в котором будут работать все плагины. Вы посредством, если хотите прокачиться в саунд дизайн, посредством как раз вот этих приемов что-то сделали, вывели, сохранили этот звук, вставили в сам премьер под синхрон тот же, да. То есть, ну, закинуть видео ваше готовое в аудиоредактор. Теперь мы должны прорисовать автоматизацию по панораме. Можно, опять же, либо выбрать просто, к примеру, мейн панорама, да, и здесь вручную тем же там карандашиком, либо точки расставить. У нас есть движение справа налево, то есть вот эта часть у нас здесь справа, большая особенно, вот где-то отсюда начинается. Здесь у нас в центре, в принципе, он, да, двигается, но где-то вот здесь мы можем создать уже движение и прорисовать, к примеру, где-то вот так. В центре и налево. Потом обратно вернуть направо и послушаем. Слишком долго. Вот здесь уже нужно в центр обратно вести. Вот так. Уже вы должны слышать вот эту, скажем так, динамику по стерео. Что мы еще можем? Воспользоваться, к примеру, бас-дроп сделать какой-то, да. Можно в библиотеке бас-дроп найти какой-то. Да, любое. Тут главное нам подчеркнуть чуть-чуть, просто низами. Вот здесь. Да не, надо вообще, наверное, еще дольше. Вот как раз, видите, в процессе мы понимаем. Да, можно чуть потише, чтобы он не так сильно выделялся. Мы можем прям подчеркнуть так же динамикой пространстве, прорисовав такую же автоматизацию по волне. Но она, видите, плохо сразу читается, потому что... Потому что он у нас в центре. Должен быть, по идее, басик. Это вот как раз и происходит. Сейчас лейринг. Дальше мы посмотрим сейчас, что у нас по звучкам. Вот этот можно звук вставить. Сразу я обычно делаю копии дорожек, ну, либо новые создаю. Вот пока автоматизацию отключим. Можно сделать вот этот тоже подмешать. Он, в принципе, как конечный такой. Ну, здесь нам атаки не нужно. Так, сейчас послушаем. Ну, что-то, да, уже такое, да. Даже не приходится особо обрабатывать. К примеру, вот этот можно в начале сделать, когда он там... Да, вот сейчас... Можно его растянуть немножко. Послушаем вместе. Вот у нас есть уже как раз-таки некий лейринг из раз, два, три, четыре, пять, пяти звуков. И, скорее всего, у нас будет сейчас скопление по низким частотам, так как у нас и sub-волна есть. Поэтому в идеале нам нужно сразу же слушать, анализировать и аккуратненько подмешивать. То есть у нас есть вот эти три основных, да. Так, сейчас вот эти отключим. У нас есть уже основная база, но этого мало. Теперь нам нужно детальки, детальки, детальки. Много деталек. Мы берем, опять же, в поиске. Во, вот такие штуки всякие, велосипедные. Пока отключаем весь наш. У нас вот эта база, база основная. Нам нужно поверх создать ярких, сочных точек, которые мы, соответственно, должны подчеркнуть вот эти. Вот здесь можно последний прям тысяч сделать, чтобы как в будущем у нас ориентир был. Вот. И здесь по синхрону работаем обязательно. Это мало, конечно. Смотрим еще что есть. Можно фоном, конечно, подмешать, попробовать такое. То есть все-таки какие-то у нас там механизмы. Да, это все замечательно, но нужно и основной какой-то звук. Вот это можно подчеркнуть, вот этот пневматический звук на финальные вот эти там движения. Ну-ка послушаем. Вот, смотрите, он делает руками. И можно вот этот момент как раз и подчеркнуть. Кончается примерно здесь. Что бы я сделал, я вот обрезаю вот этот участок, делаю быструю пневматику. И в конце я добавляю вот этот наш хвостик. Тоже его, наверное, все-таки поджать надо, чтобы он не так долго был. Подчеркивает наш как раз синхрон, то есть действия руками. Так, давайте уже послушаем все вместе. Я предлагаю записать. Записать. И как раз я покажу вам вот формат работы со звуком. Покажу прям даже вот как в этот микрофон можно записать. Сейчас принесу каких-то механических деталек. Дыроколы, степлеры, все, что может щелкать. Вот. И это мы записываем, получаем отличный результат. Что мы имеем? Я набрал всяких таких штук для пены, пружину и створку. Такую вот. Эти всякие приблуды обычно покупают саунд-дизайнеры, в том числе и я, чтобы, соответственно, были соответствующие всякие вот такие звуки. Сейчас мы это все пропишем и просто обработаем и вставим под синхрон. Делаем сингл. Пока просто пишем не под синхрон. Тут никакого синхрона вы не словите. Это в отдельных случаях, да, в киноиндустрии. Вообще эти ребята называются фоули-артисты. Фоули-артисты занимаются непосредственно синхронными шумами. Зачастую это всякие шаги, шумы, да, там, фоули, одежды наши. Сейчас вообще, если мы говорим о профессиональной деятельности, конечно, саунд-дизайнеры умеют все. То есть от работы с голосом, сведения, запись, постобработка, саунд-дизайн, фоули, синхронные шумы, работа с пространством. То есть весь спектр продакшена, скажем так, лежит зачастую на плечах саунд-дизайнера. Вот эти прикольные звучки тоже можно. Вот этот прикольный, классный, тоже собирающийся звук. Сразу все кидаем, да, в наш лейринг, да. Посмотрим вообще, как, допустим, вписывается один какой-нибудь там или два звучка. Кстати, уже неплохо. В принципе, почему неплохо ложится? Потому что мы создали, если послушаем нашу звуковую картинку, да, вот эту. У нас уже достаточно насыщенный спектр частот, но... Не хватало как раз-таки вот этих верховых штук, чтобы окрас, да, создать вот этот яркий, сочный. Что мы и делаем сейчас. Мы просто добавляем вот эти звучки верховые, да, и они уже круто ложатся. Я хочу подчеркнуть вот эти плечи. Там еще какой-то вот этот звучок мы хотели добавить на плечики. Вот сюда датчик. Но нам бы их немножечко все-таки обработать все равно. Сейчас послушаем по частотам вот эти низы. Совсем бубнящие уберем. Да. Тем же грейн питчем. Вот я хочу поплотнее, да, сделать вот с. И без. Точнее наоборот. То есть он больше пониже такой. Вот, отлично. Можно сделать прям сабовую такую. Здесь, допустим, взять какой-то звучок наш. Просто делаем опять же лейеринг наш прекрасный. И как раз копируем. И работаем вот с этим. С кусочком. У нас здесь много верхов и средних. Соответственно. Да. Пока. Уберем грейн питч. Можем просто обычным питчем сделать пониже. Вот видите, да, разница. Уже какой-то, да, поплотнее звук становится. Так как это финальное какое-то такое действие. Послушаем, послушаем, как вообще ложится наш. Вообще неплох. Наверное, вот здесь поменяем. Основные акценты у него. Здесь трансформации, да. Дальше он уже меньше трансформируется. Сделать со стерео, да, каким-то. Мне нравится целое два. Вот он, поплотно компрессирует. Так, и последний звук какой у нас там. Наконец, как раз делать. Здесь бы я аккуратненько сделал фаб-фильтром мультибэнд компрессию. Ничего она делается. Потому что есть пиковые клипующие прям частотки. Чтобы они не сильно выпирали и выделялись. Мы поджимаем мультибэнд компрессором. Он дает возможность нам работать частотно. И сжимать, поджимать отдельные части по эквалайзерам. Срезали немножко верха. Верха плюс по громкости. Давайте послушаем в пачке вот все то, что у нас сделано. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать дорожек. И помогли звуки, которые мы брали с библиотек. И звуки, которые мы записали сами. Как можно улучшить эту работу? Во-первых, можно придать ей живости, записав дополнительных сэмплов. Что я и сделал. Я записал различный скрежет металлический, удары, сквики. И сейчас мы немножечко как раз еще поработаем с этим отрывком. И я покажу вам, как это будет звучать все вместе с эмбиенсом и вот этим саундом. Поэтому предлагаю еще немножечко попрактиковаться. Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Люди просили играть нас по их правилам. Что ж, теперь правила поменялись. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Люди просили играть нас по их правилам. Что ж, теперь правила поменялись. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...